добрый день дорогие друзья всем салам алейкум из солнечного казахстана давайте друзья вместе с вами рассмотрим тот крайний случай когда батарея по идее должна замкнуть на наших глазах давайте посмотрим как это все дело происходит ну как видим показатели есть на батарее 956 сопротивления даже батарея по идее должна крутить тепленькую машину напряжение 1265 и сок 33 процента ну естественно батарея заряжена почему я делаю такое предказание по простой причине сейчас я вам эту причину покажу батарея выкипела как видим там вот такая хуйня творится и это во всех банках вот то что мы видим наверху это вот как раз то что выпарилась из воды это выпаренные сульфаты и соответственно вместе с ними выпарены были было 2 2 окись свинца которая находится на сами знаете где на положительных пластинах и она вот в этом растворе находится этот раствор у нас сейчас будет проводником и вот это взвесь при заливке воды у нас в каком-то месте должна организовать мощную такую такую клиновидную пробочку которая и будет замыкающим звеном в этих банках ну что давайте как обычно меньше пиздежа больше дела сейчас поставлю штатив на ваших глазах залью батарейку и будем смотреть как это будет дело происходить аккумулятор эксплуатировался на автомобиле волга если кто-то еще помнит такие автомобили смотрим на батарейки у нас 1718 хотел сказать вольт градусов батарейка села в километре так ну что начнем заливочку воды будем заливать надо при заливке нужно как можно привет ну все как обычно блин только начинаю настраивать свою мысль и меня с нее сбивают так заливать нужно стараться как можно быстрее одновременно чтобы у нас не было перекоса по напряжению напряжение сейчас начнет у нас резко расти и посмотрим как будут будет реагировать вот этот весь шланг так сразу буду заливать постольнику по 100 миллилитров поехали поехали будем надеяться что батарейка не замкнет но все предпосылки к тому что она должна замкнуть у нас имеются водичка заполняет баночки по перемычку по перемычку я вижу в момент заливки реакцию начинается активное бурление кипения так залили по 100 миллилитров так и теперь мы можно смело долить еще по 50 миллилитров только было были закрыты перемычки но вода впиталась и ушла заливаем еще по по 50 миллилитров то есть баночку на 2 на 2 на 2 баночку на две баночки вот этот стопарь мы делим на две баночки вот теперь пойдет если что я не на вес здесь есть деление там может кто-то подумать что это я на глаз на глаз можно соль насыпать такие последний завершающий стрих штрих возьмите калькулятор и посчитайте сколько мы залили воды в каждую баночку я уже посчитал получилось по 150 миллилитров по 150 миллилитров это почти литр мы залили в этот пропаренный аккумулятор так мы теперь давайте мерим температуру ну повышение температуры мы не видим оливуя батарея не замкнула на этот раз но чтобы в этом убедиться давайте дадим батарейки как минимум два часа отстояться потому что замыкание может пойти в любой момент в любой момент давайте сделаем замер сразу после заливки конвейчиком посмотрим на параметры и что у нас поменялось и поменялось ли ну сразу после заливки видим небольшое падение нрц и небольшой рост по суху пускового тока было 285 стало 313 небольшой рост небольшую динамику положительную сторону мы видим ну давайте пару чачков батарейка отстоится пусть и продолжим перекрестимся кто перекрестится кто не не верующий не перекрестится что батарейка не замкнула у нас и продолжим нашу выявлять работу для вас пролетела несколько секунд для меня полетела а у нас пролетела уже два часа у нас время в казахстане гораздо быстрее идет чем у зрителей ютуба так что давайте сделаем замер по конвейер замер чик до ошибочка вышла звонил владелец батареи оказывается он без моего ведома поменял автомобиль и у него теперь не волга а nissan nissan не сран так 500 ампер и вот у него случилась такая казе так но батарейка выдает 40 процентов по суху она уже не разгоняется параметры не улучшается будем надеяться что диффузия прошла нормально более менее если это можно назвать нормальным батарейка у нас не замкнула нрц слегка подсдулась 1250 13 317 ампер выдает батареи и сопротивление 869 89 теперь начнем работу с этой батареи и начнем работу как обычно хоть в принципе если бы батарея у нас не было просохшая не было высохшая высушенная выпаренная но был маленький уровень электролита если мы видели плотность там 130 просто добавили водичку можно было с батареи поработать в один прогон но мы этого себе позволить не не можем так как с этой батареи нам придется работать очень аккуратно и бережно в любой момент эта батарея может выйти из строя в любой момент она может замкнуть так как очень много хлама швама и вот этой всякой херни которая там находится давайте я включу вспышку и посмотрим вот так вот так выглядит электролит если это можно если можно его так называть долил практический уровень сейчас давайте я вам покажу сколько долита по банкам везде одинаково вот чуть-чуть на два сантиметра есть давайте дольем еще по давайте по десяточки наверное ливанем водички прежде чем доливать воду давайте замер сделаем блять куда я делал ориометр ну давайте вот этим ориометром замерим так где тут блять личному прячется от меня ну давайте этим замерим ориометром вот какая видите какая у нас есть прекрасная жижа какая очаровательная жижа которая может нам сделать замыкание видно да видно для теле сегодня не работа с батареей нет в принципе начнем работать клиент так хозяинам у владельцев этой батарейки я уже сказал что 50 на 50 ну наверное даже не 50 на 50 70 на 50 что батарея все-таки у нас выйдет из строя замкнет стой от стой нам ничего сейчас не даст попробуем с помощью заряда все-таки вот эту жижу распределить как видим вот она вот вот эти комочки которые если они создадут группу или банду не в ватсапе а вот именно в батарее они как раз и могут произвести наше кэзэ короткое замыкание вот такие клинки у нас увереннее полюсная вода вот она маслица тоже любитель помазать я их вижу издалека такие клеммы которые обрабатываются ну на эту тему уже разговор был на эту тему можно спорить бесконечно с пеной у то без пены у рта но у каждого свое мнение и каждый вот она вот англии летолистый солидом блять у каждого свои принципы свои методы и свой взгляд на вот это мировоззрение так ну что давайте закинем ее зарядный бокс и будем производить абсорбацию некоторые пишут неправильно говорится абсорбция блять я абсорбция выговаривать не могу не получается у меня выговаривать для меня я разговаривал на русском языке и абсорбация для меня удобнее и легче произносится так теперь пока мы не закинули ролик у нас я надеюсь этот не получится длинным но хочу высказать свое свою позицию по поводу комментаторов кому не нравится как я разговариваю как я выражаюсь что очень много мата мат не по делу мат не в тему мат короче не ложится и на ухо друзья но если вам не ложится это на ухо переходите на канал культура не знаю там еще есть мат масса каналов на которых вы не услышите даже сучка блять или еще какие-то такие непристойные на ваш взгляд выражение здесь аккумуляторный канал и ну вы покопаетесь вы такие люди которые один хрен бы доебались не до матов так вы доебались бы что паузы что заикают что блять букву с этом или шейли я не выговариваю вам нужно обязательно сделать какую-то блять какую-то подножку или под дыху ёбнуть вот так вот из-под тишка мне нравится контент пиздуйте пиздуйте даже без оглядки я вас не просил подписываться не умолял так что без обид не нравится мои моя речь мои словосочетания прекрасные русские выражения честное слово не держу так ну что давай красненький вольтаж ныряй зарядный бокс так зарядном боксике и будем цеплять будем цеплять мы начнем с китайцы китаец поможет нам провести полную абсорбацию максимальную абсорбацию и наполнить аккумулятор зарядом для того чтобы немножко поддержать пластины в тонусе и до заряды нам делать придется в любом случае перезаряды для того чтобы достать кислоту которая находится примерно где-то вот здесь вот чтобы ее достать нам нужно будет напречь пластины размещать вот эту массу в которой мы видим это больше похоже на карбид именно карбид свинца по по цвету по всему прочему долг из свинца возможно уже преобразовалась и получился у нас ну вот такая короче хотел сумничать лет но у меня вряд ли получится потому что голова дымит у меня он там еще эти блять такие же практически такие же до боёбы стоят поэтому умничать не буду додумайте сами короче так ну что ах ты уже было отрепетировано на 6 ампер ну пойдет 6 ампер давайте или хуй пополам или пиздав дребезги короче будем работать в штатном режиме чтобы не получилось так что я только отдал батарею а через 15 минут она у клиента замкнула на машине попробуем поработать аккуратно и бережно но в какой-то мере все равно не щадя батарею в том плане чтобы это нам будет своего рода проверка ее на прочность так ну что время без и 4 скорее всего возможно нам придется с батареей работать не один день но как говорится война план покажет не хотел говорить из слова но сорвалось языка давайте едем дальше наш ниссановский перегрев уж стоит без каких-либо температурных эмоций 19 18 20 градусов так мы здесь 21 сверху на это все замечательно и великолепно так ток на нашем а джинги 5 и 8 ампер и напряжение уже достигла 14 и 7 вольт время есть минут 8 пора собираться в путь дорогу сейчас забью в навигаторе дом ставлю машину на автопилот и когда мчаду а нет по дороге надо переобуться переобуть свою машинешку зимнюю резину а то я последний из магикан даже жду пока меня будут встречать с радостью они с гордостью клиентов практически не осталось все переобулись но на улице у нас слякоть слякоть дожди снег дожди вот такая такая осень у нас позднее так ну ладно давай анджин ты давай работая поехал домой проща хочу 18 часов прошло как мы распрощались с нашим всохшим не санами сраным в волтом и видим что по-прежнему у нас аджинг выдает три с половиной ампера это не есть хорошо давайте первую очередь замерим температуру до батарейка греется и батарейка греется вот здесь посередине 31 градус 27 30 все-таки с нашим вольтманом девушка придется эту батарейку нам списывать так маленько замерю давайте замерим плотность давайте посмотрим что у нас там внутри внутрях кипение бурление за 18 часов батарея должна была взять абсорбацию так это баночка у нас стоит на месте эта банка стоит на месте здесь слегка видим пузырение здесь активное бурление так ну давайте глянем чего у нас там чего у нас там произошло так здесь плотность 110 118 120 120 практически 128 127 средняя банка резко начал обгонять 120 12 здравствуйте вы же относитесь да как для направления там ну да я дал председателю прошло еще полтора часа полтора до около двух часов пока были клиентами отдавал заказы отдавал батарейки сделал пару диагностик и что мы видим мы видим после того как мы подняли электролит делали замеры началось у батареи повысилось сопротивление то есть начало расти нагрузка и теперь батарея принимает уже 38 ампера смысл работать с такой батареи я не вижу эта батарея работать не будет у нас давайте снимем показатели дадим ей отстояться часов очень большой разбег по плотности что хотел сказать забыл что хотел сказать давайте сделаем замер конвеем сразу после снятия с крокодилов до 500 ампер но батарея показывает крутящие параметры 435 ампер пусковой ток 635 миллион и сок 75 процентов нрц 1358 как бы параметры неплохие но с такими параметрами мы будем батарею списывать так еще раз убедимся так 120 вот эта баночка у нас по моему опережала до 127 почти 128 вот здесь у нас полнейшее отставание здесь 115 нет это вот с этой батареи дальнейшие кувыркания они бесполезны и не оправданы не оправданы почему с моей стороны если это была бы моя батарея допустим я бы может быть рискнул своим здоровьем своими соплями потому как эта батарея в любой момент она выйдет из строя и дальше ее раскачивать и заниматься хуйней с ней бесполезно сейчас конечно настоящие аккумуляторщики скажут надо слить электролит дать ему отстояться потом залить ну это ничего абсолютно ничего не даст давайте дадим ей отстояться хотя бы часть часика полтора хотя бы часика полтора и сделаем еще один замер по нрц вперед забегать не будем на этот раз и посмотрим что что именно мы увидим а пока делаем отключение записи наш прожаренный и отжаренный вот отстоялся три часа лучше бы болт назвали и давайте сделаем замер кунвей батарейка подаст его но вот в этой части именно здесь у нас есть перемычка в этой в этом месте у нас повышенная как раз температура так несмотря на то что вот эти показатели как бы у нас отличные до 76 процентов по суху 438 ампер пусковой ток 631 миллион но на рецепт мы видим 1267 такое на рецепт говорит о том что у батареи повышенный саму разряд и наша батарейка она работать не будет с клиента я денег не возьму я обычно беру в таких случаях не сгораемая сумма у меня чисто символическая 1000 тенге так как давайте попробуем разобраться почему я принимаю такое решение мы проделали с этой батареи своего рода ктц для тех кто для любителей ктц объясню немножко подробней что такое ктц и когда его применять и зачем оно вообще было придумано это было придумано еще в советское время для того чтобы определить годность батареи ключевое слово здесь контрольно тренировочный так добавили от фонаря мы его убираем и получаем контрольный цикл с модели ровом ситуации по отношению ситуацию по отношению к именно country конкретной батареи я беру с клиента деньги клиент эта батарея она выйдет из строя это сто процентов она выйдет из строя не сегодня может завтра да я на этом заканчивать ролик не буду мы сделаем замер еще завтра на утро и посмотрим какое будет на рецепт клиент забирает как бы крутящую батарею но мы-то знаем что здесь мы уже в этой банке так сейчас давайте увидимся так что конкретно в этой банке мы уже плотность никогда в жизни не вытащим это бесполезно здесь у нас плотность 110 эта банка не работает в этой банке работают две пластины от силы из полного пакета перемычка у нас преобразовалась перемычка скорее всего разлетелась и выгорело от перезаряда поэтому в работе две пластины здесь у нас в работе три пластины видим 1 15 плотность давайте сделаем еще один полный замер так здесь мы видим 4 пластины 122 121 плотность в этой банке мы видим полный рабочий пакет пластин так как она посередине 121 26 а нет 127 и здесь мы также видим чуть больше половины пластин в работе 123 естественно напрашивается вывод почему бы не корректировать плотность в этой батарее заставить работать остальные пластины если мы завтра утром увидим такой же нерц и мы так с вами и поступим если мы увидим снижение нерц до утра то дальнейшая работа дальнейшей работы не будет на этом этапе она в принципе она уже на этом этапе я так думаю так считаю возможно ошибаюсь но завтра утром это будет это станет ясно на этом этапе мы закончим работу и будем прощаться батарея 22 года 3600 день 22 года февраль грубо говоря батарейки почти два года и она переживала такую хорошую капитальную взбучку которую устроила и генератор с отказавшим реле регулятором так по поводу ктц забыл говорил не говорил но мы своего рода устроили ктц контрольный цикл работая с этой батареей как со здоровой батареи абсолютной можно было работать до гораздо бережней гораздо звонят опять так сейчас отвечу и продолжим друзья но вот немножко сбили меня смысле даже не немножко конкретно сбили смысле звонком так что если я иногда путаю педали сильно не пинайте меня за это иногда сбиваю смысле под конец рабочего дня но попробую все-таки доформулировать то что хотел сказать по поводу ктц я вам не раскрыл да ну контрольно-тренировочный цикл делается по правилам по госту это разрядом то есть мы разряжаем батарею там рекомендуют советские талмуты до десяти с половиной вольт и если батарея переживает вот этот цикл наш батарея отправляется дальше в эксплуатацию если она не переживает то значит эту батарею списывается не какой там тренировки блять там разговору тренировочные это уже так было добавлено не знаю кем не знаю зачем кто пользуется этими циклами ради бога пользуйтесь на здоровье я противник любых разрядов аккумуляторов но мы провели контрольный цикл не разрядом а именно зарядом то есть мы работали как на нормальность здоровой батареи в принципе можно было более бережно к ней отнестись более аккуратно но мы сделали так чтобы клиент нынешней зимой не стрел где-либо с этой батарейкой парень молодой будем так говорить жизнь только началась парню 30 с небольшим лет охота еще там 16 детей имеет все прочее построить дом вырастить дерево на теле ну как там а вот из-за такой батарейки хорошо если там в лучшем случае ноги отморозит а если отморозит что-либо повыше то ну блять мы этого конечно же себе не простим поэтому если я опасаюсь все свои опасения я свожу к тому чтобы человека отгородить от неприятностей от будущих неприятностей я не уверен в этой батарейки не уверен я в ней на все сто процентов состояние вы видели ну возможно через виду искатель или как или бля через камеру на виду искателя солото какое придумывать это этого не было хорошо видно но с помощью фонарика и очков с плюс 2 я это прекрасно увидел а нет не плюс 22 с плюсом или наоборот там блять изначально с этой батареей не стоило нам работать надо было дать клиенту но я ее задержал именно для того чтобы записать вот этот если это можно назвать контентом значит этот контент сейчас вместе с вами мы проделаем еще один одну манипуляцию будем так говорить многие спрашивают пользуюсь ли я нагрузочной вилкой вот как раз тот момент когда этой нагрузочной вилкой нам нужно воспользоваться так сейчас мы включаем вспышку так видим 12 6 и нам теперь нужно дать батарейки нагрузку и подержать может в районе 10 секунд так видим просадочку резко пошло и теперь заглядываем в банки смотрим вот она ну вот она та баночка которая у нас показывает хорошую плотность вот это у нас есть проблема вот это у нас есть проблемная баночка которая нам не нам а моему клиенту должна создать проблемы блять нагрев вилочку от души а теперь скажите надо оно нам или не надо нам оно конечно не надо так же как и клиенту и будем считать что это мы произвели один запуск автомобиля ну при минус там десяти градусов давайте теперь опять глядем на канвей что нам скажет товарищ канвей после одного запуска в принципе в принципе неплохо в принципе неплохо практически показатели остались на месте небольшая просадка по нрц и на два процента буквально не у нас сдулся сок так друзья давайте дадим батарейки отстояться до утра и утром продолжим наши измышления возможно продолжим наши какие-то извращения время без пяти семь блять а у меня вот еще два пациента которые мне надо сделать полюсные которые мне надо сделать полюсные вывода сейчас сделаю полюсные вывода и буду собираться до дома до хаты ну ладненько ролик продолжим утром наш ниссан и но пропаренный товарищ отстоялся всю ночь порядка наверное не знаю сколько 20 часов наверно потому что время без двадцати двенадцать я только добрался до него давайте начнем с теста и посмотрим на на лице так у нас 500 ампер ну друзья как я предполагал дальнейшая работа с этой батареи так прекращается у батареи сильный саморазряд двенадцать тридцать пять нрц за ночь пятьдесят восемь процентов по суху триста восемь стантин ампер пусковой ток ну кто то скажет возможно мы не разобрались с плотностью надо было корректировать плотность но это на ум ничего не приходит кроме как до пизды дверки очень большое сопротивление 724 работать с этой батареей нет ни ему никакого смысла и никакого резона работать дальше поэтому эту батарейку я отдам владельцу сейчас возможно я ее просто поставлю на китайца подзаряжу и скажу ему чтобы в течение там день-два ближайший день два он приобретал новую батарею с этой батареи эту батарею эксплуатировать ни в коем случае нельзя потому что она не только за счет саморазряда в любой момент это батарея может замкнуть друзья но ролик будем так считаем не знаю окажется полезным для вас или нет но вот это как раз тот случай когда с батареей работать вообще теоретически не стоило но зато зато мы наглядно увидели наглядно посмотрели на динамику на то как себя батарея ведет в таких случаях и друзья но нет такого слова по отношению к аккумуляторам как восстановление есть слово вот в работу вот в эксплуатацию обслуживание но восстановление тем более вот такой убитой батареи это ну друзья не берите грех на душу и самое главное в работе аккумуляторщика это наверное вовремя остановиться повторюсь что в принципе с этой батареи не было никакого резона изначально работать но мы наглядно увидели результат и результат ну самый плачевный да вот кто то скажет вот эту среднюю баночку можно будет корректировать там водичкой электролитом не знаю чем но смысла в этом не будет кратковременный результат я мог бы конечно показать показать какой я волшебник и все прочее но это было бы оставалось бы на моей совести и если ну на сегодняшний день там порядка 13 тысяч подписчиков если даже из них две тысячи человек посмотрит две тысячи будет просмотров этого ролика с великолепным результатом значит практически две тысячи человек ну получается я наебу ну Николаевич наебал судите сами вывод делать друзья конечно вам не торопился ее отдавать вот сейчас поставлю на китайца слегка подзаряжу денег за эту батарею я не возьму ни копейки даже не сгораемую сумму тысячу тенге в тысячу тенге я брать не буду отдам абсолютно бесплатно абсолютно даром эта батарейка послужила нам своего рода какую-то отслужила нам какую-то службу и послужила наглядным примером и возможно для кого-то уроком стоит когда стоит батареи с батареей работать а когда нет прощаться я пока сейчас не буду с вами дождусь клиента когда он придет постараюсь записать окончание ролика вместе с клиентом который будет забирать эту батарею и уже после этого постараемся сделать окончательные выводы и будем с вами дофинанкаться на этом этапе блять как круто сказано ёб твою мать друзья наступило время поставить нам жирную точку с нашим не саном и не сраном опарышем пропарышем вот поставил его на китайца и столкнулся с такой ситуёвиной китаец нам выдает заряд окончен догоняет потом какое-то время ждет и по новой начинает свою эту вертень сейчас ну то есть у батареи саморазряд так видим на батарейке тридцаточку даже при 14 градусах резюме какое у нас будет резюме простое давайте еще сделаем замер по конвею что а забыл сказать позвонил хозяину хозяином владельцу этой батарейки и он и в городе приедет может завтра послезавтра но у нас ролик в принципе готов поэтому ждать мы его не будем условия ему сказал что отдам батарейку без денег параметры ништяк да параметры вообще отличные но батарейку мы списываем вот с такими параметрами потому что эта батарея у нас работать не будет и если вы столкнетесь с такой с подобной ситуацией не тратьте свое драгоцен драгоценное 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 время на таких пассажиров о блять а чужие ёперные театры я забыл про этот кайнар в зарядный бок закинула а не подключила но сейчас мы это исправим не тратьте ни свое не клиентское драгоценное время надеюсь такая смоделированная ситуация вам пригодится так это чего он блять маникюрщица сегодня блять раза четыре на раз звонила говорит ну чё когда приедешь блять маникюр делаю бесплатно маникюр педикюр только захвати свою болгарку и шлифмашинку моя говорит не вывезет твой твои ноготочки что друзья всем добра удачи здоровья мирного неба над головой не болейте и берегите свои батарейки всем пока пока